В социальных сетях набирает популярность видеоролик, в котором одесский городской голова демонстрирует навыки боевых искусств. И буквально одним движением ноги Геннадий Труханов отворачивает крышечку бутылки с водой. Тут вот давечий одесский мэр почувствовал себя голливудской звездой и присоединился к международному флешмобу, когда всякие знаменитые и не очень люди ловким движением ноги сворачивают крышечку на бутылке. Сколько дублей отвинчивал свою крышечку Геннадий Труханов, история умалчивает. Но факт остается фактом – крышечка съехала безукоризненно, что явно доказывает – ногами голова работает лучше, чем головой. Талант, можно сказать. Кстати, талантов у него нашего головы не просто много, а очень много. И что удивительно, все время появляются новые. Сначала Геннадий Труханов демонстрировал электорату свой высокий уровень культуры – физкультуры. Любовь к спорту переросла в любовь к открытию стадионов для занятий спортом. Открытий было так много, что мэр постепенно научился настолько виртуозно перерезать ленточку, что торжественно перерезало их не только на стадионах, но и отремонтированных дорогах, построенных школах, открывшихся больницах. Но здесь таланту головы проявиться особо не получилось, поскольку перерезание ленточки могло происходить только при условии, что школы и больницы построились, а на дороге положен новый асфальт. А на это другой талант нужен, которого у нашего мэра нет. Зато открылся еще один – купание на крещение в проруби, которым Геннадий Труханов как бы демонстрировал гражданам сразу несколько своих достоинств. Мускулы дамам, религиозность верующим, закалку моржам, а заодно навыки резкого ухода под воду и талант вовремя вынурнуть без последствий для здоровья, что очень важно в политике. Оставаться на плаву и не тонуть при любых обстоятельствах и президентах – это талант. Путешествий особенно много. Последние два года Геннадий Труханов научился талантливо сортировать мусор и водить чешские трамваи. К сожалению, эти таланты мэра пока в Одессе не пригодились. Мусор по-прежнему не выводят, а чешские трамваи остались в Чехии. Кроме того, наш мэр периодически демонстрирует устойчивую тягу к прекрасному, то есть искусству и творчеству. Он уже успел показать себя в танцах, талантливо побряцать бубном, громко и выразительно постучать по ударным. В общем, талантливо показал народу наличие творческой жилки. Чего стоит рождественская мелодия, настуканная мэром на новогодние праздники, или выпекание сырников с мужественным и добрым одновременно выражением лица головы в честь Международного женского дня. Да, судя по творческой жилке головы, нас ждет еще много интересных открытий, неожиданных талантов одесского мэра. Жаль только, что самой Одессе эти таланты никогда не пригодятся.